Всем большой привет! Вы на канале Кросс Тич Вез Люда. Меня, соответственно, зовут Люда. И сегодняшнее видео будет о моем новом процессе, о моей новой работе. Это вот такой вот Санта, который вы же выбрали. Спасибо вам за это. Те, кто впервые смотрит мои видео, я оставлю ссылку. Я предлагала на выбор своим зрителям из четырех наборов выбрать один, который им больше всего нравится. И я, соответственно, их буду вышивать. Значит, победил с небольшим отрывом вот такой вот Санта. Это марка, как мы его еще называем. Это Санта Стэмп, марка Санта. Дизайн Донна Рейс. У нее много, кстати, дизайнов, которые Dimensions впоследствии выпускал как набор. Брали ее работы. Очень красивые. Вы можете погуглить, посмотреть. Вы узнаете там и спящий, по-моему, Санта ее. Ну, очень много. Я уже название просто не помню. Картинку визуально я помню, а так я не помню. Я вам поближе покажу работу, как она будет. Вот видите, вот тут много будет полукреста. Сам Санта, естественно, высшивается крестом. А вот много, ну, как много, на мой взгляд, не зашитых пространств. Поэтому я заменила канву. А так оригинальная канва шла вот такая. Вот таким вот, не знаю, лимонным, наверное, оттенком. Сейчас я посмотрю. Тут написано. Айвори. Да, 18-й цвет шел в оригинальном наборе. В общем, набор я покупала уже открытый. И мне помогли ниточки рассортировать. Я, в принципе, этим не брезгую. Главное, чтобы... Я читаю, когда покупаю, чтобы было с чистого места, чтобы без животных. Когда хранят обычно, говорят, что без запаха. Как некоторые уже убедились на своем опыте. Иногда бывает, что и запахом. Это все шло в подарочной вот такой... Ну, как в обычной упаковке. Не подрачная, обычно это пластиковая упаковка. Она у меня уже... Вот, огромная схема. Ну, я вам просто покажу обратной стороной. Ну, ладно, вам покажу. Она огромная. Вот, говорите, что маленькая схема. Она огромная. Вот этот участок я уже вышила. Как бы нет, до половины мне еще очень далеко. Но вышивала я ровно под ней. Я вам сейчас покажу. Вот ключ я отрезала для удобства, чтобы у меня был... Вот тут крест. Вы видите, сколько креста. Ну, довольно-таки много. Вот бленды. Ну, блендов так себе не очень много. Потом у нас идет полукрест. Шов назад и уголкой. Узелочки. Выкладная будет нить. Ну, там посмотрим. Я сюда отделочных швов не дошла. Я всегда их в конце делаю. А так, вот заменила я вот на... Видите, на такой вот лен. Сейчас покажу ниточки еще раз. Ой. Ну, вот это они были вот разроложены. Так, я, конечно, не пользуюсь такой системой. Мне немного неудобно. Я просто, знаете, может быть, этот способ и удобный. Но я привыкла к своей системе уже очень много лет. И поэтому, как бы, спасибо, что разложили, конечно, вот так вот. Подписали. Я очень испугалась. Они подписали номерки. А где, какие номера, у меня же не видно. А вот тут я вот обрезала вот на обратной стороне. Тут вот цифра 1 соответствует этому номеру. Соответственно, 10 паз, ниточек. Я все проверила. Все совпадает. Прямо вот каждую я проверила. Все ниточки на месте. Вот. Поэтому, немного для меня это, ну, как бы, хороший способ. Ну, знаете, дело привычки, оно такое. Вот. Это вот вся вот палитра ниточек. Пока я вышивала в основном красными цветами, те не трогала. Но ниточки, конечно, на моем каунте никоваты. Мне нравится все, как получается. Ну, конечно, американская сборка отличается тем, что ниточки тоньше. И вот результат моих 5 дней вышивки. Кстати, я заменила на 32-й аккаунт. Это Wichelt Imports. Лен, который я не люблю, но у меня другого варианта нет. И заказывать на 123-стич будет очень дорого. Ну, вы все прекрасно понимаете, какие дорогие сейчас раритетные наборы. При том, при всем, что этот набор был по цене такой же, как вы можете в России новый купить. Но все равно для меня он тут дорого. Считается, что... Потому что в Америке цены немного ниже на наборы. И я покупаю очень много. Поэтому мне все дорого. И плюс, когда ткань еще 20 долларов, или сколько она там стоит на 123-стич, это еще плюс получается. Ну, в общем, мне ничего не остается, как вышивать на вот таком вот лне от Wichelt, который идет по купону. Который я покупаю сравнительно так недорого. Он по цвету, смотрите, вот с оригинальной конвой. Ну, есть отличия, но... Плюс эта же канва, она немного плотнее. Немного она плотнее. Потому что в Wichelt Imports у них лен очень тонкий. И даже тяжело мне держать натяжку мою барабанную. Я люблю на очень плотной ткани вышивать. Я люблю вот такие вот деревянные натяжки, такие барабанные. Ну, а этот вот, конечно, мне приходится постоянно подтягивать. Постоянно что-то мне с ним нужно делать. Вот. Ну, за счет того, что... Лен такой, видите, тоненький. И тоненькие ниточки. Ну, как бы... Это сейчас солнышко выходит. Просвет. Видите, сам лен, он светится. Вот. И плюс же тут у меня получается 16-й каунт. А на Аиде 18-й каунт. Ну, мне нравится результат. Посмотрите, особенно вот, ну, задалека. Вот. Мне нравится, что у Dimensions тут, видите, хоть он и красный, нет такой вот пиксельности из-за того, что вот тут очень много бленда используется. Много бленда, много ниточка меняется. Часто, вернее, меняется. И за счет этого вот такая вот реалистичность появляется. Вот. Ну, в принципе, все. Ниточки, которые я беру с органайзера Dimensions, я нанизываю на паку органайзер. А тут у меня идут бленды, чтобы не путаться. А тут у меня идут кресты. По-моему, вот тут полукрест. Ну, я так вот по отдельным таким сторонам все развешиваю. Конечно, это будет все завешено, в конце концов. Но, тем не менее, мне не нужно будет долго присматриваться. Я знаю, что у меня вверху вот идут бленды, внизу вот крестики. А вот с этой стороны у меня будут полукресты. Все. Мне так легче и быстрее ориентироваться, чтобы времени не тратить на поиски, где у меня и что и как. Еще вам покажу недавнюю свою покупку. Ножнички я купила. Свою коллекцию. Ну, не в коллекцию, просто мне нравится, я покупаю. Когда-то я сделала вот такой вот стенд, такую вот картину и навешиваю их. У меня такие вот ножнички уже есть сиреневого цвета. Но я вот увидела эти золотые, все влюбилась, а мне нужно. Хотя такие же у меня есть, но все равно. Это Kimsot Design. Много они ножничек делают, таких вот симпатичных, по качеству. Вы знаете, я бы и не стала ими пользоваться. Но они тут чисто вот у меня для декоративного такого вот служат для декорации. Ну, в общем, мне они очень понравились. И в такие вот беленькие тоже. Можно им, конечно, пользоваться. Они режут, но... Так как я режу, мне нужны другие немного ножнички. А вот такие вот еще маленькие. Я думала, они побольше будут. Это Елизавета Первая модель называется. Того же производителя. Kimsot Design. Ну вот. Такие вот розочки. Поближе посмотрите. Тоже они очень интересные. Ну, немножко маловато, конечно, вот колечко это. И вот лезвие маленькое. Миниатюрными такими я не могу пользоваться. А вот такой вот... Такая вот модель. Называется Tudor. В честь семьи правящей Великобритании. Ну, так же, как и вот эти вот ножнички. Они похожи, в принципе. Но эти, девочки, ножницы удобные. Вот, из всех тех, что я купила, они удобные. То есть, у меня рука хорошо проскальзывает в эти вот колечки. Лезвия такие комфортные для моего пользования. Кончики острые. Они очень хорошо режут. Ну, такую вот твердую четвердочку точно бы я этим ножничкам дала. Ну, сам дизайн. Я эти ножнички хотела, наверное, больше, чем сажу. Я просто передать не могу, насколько они мне нравятся. Вот эта вот отделка. Эти вот цветочки. Ну, вот. Очень-очень мне нравятся эти ножнички. Так, еще. Я не помню, показывала мы или не показывала. Я в магазине их долго отлаживала. Я просто не помнила, какие у меня уже ножнички есть, какие у меня уже наборы есть. Я себе сделала строгий учет. Уже мне все запечатлено. Все я сфотографировала. Ножнички, схемы, наборы у меня все уже, чтобы не путаться, ниточки. Все я сделала. Дела такую систему у меня. Теперь я точно знаю. Ну, в общем, она мне чуть ли не подарила. Думаю, ладно, пусть будет. Кстати, они мне понравились. У них острый конец. Удобные вот колечки эти вот такие вот. Но вот структура, она такая вот не скользкая, матовая. И черные. Я вот боюсь, что они будут всегда след оставлять. Вот что-то вот у меня вот все черные ножички, которые у меня есть, я их боюсь. Потому что, ну, оставляют даже иногда у меня на коже рук кисти мои. Вот такие вот тоже вот удобные. Вот я, кроме черных, все основные ножички покупала у одного продавца на Etsy. Вот. Быстро дошли они ко мне. Два доллара доставка за все ножнички. Два с чем-то, по-моему, два тридцать. Вот такой вот крест. Тоже красивые ножнички. И по форме я вот сюда смотрю, чтобы у меня был такой вот тонкий-тонкий вот конец. Режут тоже хорошо они. Ну, вот этот крест, конечно, мешает. Но он может, конечно, когда привыкнешь. Но неплохие ножнички. Вот. Вот такие вот еще купила. Они на фото кажутся огромными. А, конечно, Ну, по сравнению даже вот с такими. Это вот, наверное, средний размер, как у нас у всех журавлики. Но они даже вот... Ну, тем не менее, они тоже такие своеобразные. Но резать ими не суперудобно. Ну, маловаты, конечно. Ну, можно. Можно. И самые последние ножнички я вам показываю. Вот такие вот. Ой, у меня английский с русским. Я их всегда почему-то орешками называла. Они не орешки, а они жёлудь. Вот. Видите? Вот рисунок жёлудь. А я почему-то... Не знаю, почему орех у меня в голове стоит. Ассоциируется с этими вот ножничками. Ну, вот тоже они маленькие. Опять-таки, они неудобные. Они красивые. Но вот, сами понимаете, руку засунуть сюда будет проблематично. Ну, если какой-то дорожный там вариант, и ничего нет под рукой, эти ножнички, конечно, вам послужат. Ничего такого нет у них, кроме красоты. Ну, на этом сегодня видео я буду заканчивать. Если вам понравилась моя новая работа, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждите моих новых видео. Вам всего хорошего. Пока-пока.